Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях и приветствовать. И сегодня мы вместе с вами будем разбирать мою огромнейшую посылку сайт Дресс Лили. Это китайский сайт с огромнейшим ассортиментом. Там есть в принципе все, что вы можете себе представить. Начиная от гаджетов для дома, плюс одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки, белье, носки, ковры. В общем, там есть все, действительно типичный китайский сайт с очень низкими ценами. Плюс еще что мне понравилось, это очень быстрая была доставка. Мою посылку разделили на три части и последняя посылка, последняя вещь пришла где-то, наверное, через 2,5-3 недели, получается, с того момента, как я сделала заказ. Итак, давайте начнем с самых классных вещей, то, что мне очень понравилось. Во-первых, я заказала две сумки. Первая сумка, ну вот настолько мне понравилась, что ах, как понравилась. Посмотрите, универсальный размер, универсальные цвета. Я люблю такие сумки, когда сумочка сочетает в себе несколько цветов, и ее можно сочетать с любой одеждой. То есть, например, я могу надеть что-то бежевое, я могу что-то красное, черное, зеленое, и это сочетать. Плюс еще, вот посмотрите, с обратной стороны она выглядит таким образом. Сумочка имеет такую хорошую форму, она форму свою держит. Внутри два отделения, вот что мне очень понравилось. Внутри обычного текстильного подклада здесь у нас кожезаменитель. Плюс сумка практически ничем не пахнет. Ну, есть легкий такой душок кожезаменителя, но он не отталкивающий обычный. Как вы видите, защелки здесь такие магнитные две. Очень весенняя, очень красивая и яркая сумочка, которая подойдет под многую мою одежду. Подо все практически, да, наверное. Супер! Обе сумочки пришли в пыльниках, и вторую сумку я вам сейчас покажу. У нее, конечно, расцветка более универсальная, но здесь есть одно но. Качество сумки вообще потрясающее. Действительно, за такую стоимость, ну и да, для китайского сайта это очень хорошее качество. Сам кожезаменитель здесь вот такой плотный, хороший. Плюс еще текстильная вот эта часть стильненько, смотрится классно. Что мне в этой сумке не нравится, девочки? Нет, не золотая даже фурнитура, а вот эти бесконечные цепи. Посмотрите, сколько здесь цепочек. Очень-очень много. Я понимаю, что они имели в виду. Скорее всего, сумку нужно носить вот таким образом. Встала на стул, чтобы вам показать. Девочки, напишите ваше мнение, как вы считаете. Наверное, мне кажется, что стоит этот ремешок поменять на более спокойный. Возможно, обычный вот черный ремешок разместить, и будет это смотреться нормально. А так вот эти все какие-то цепи. Одна золотистого цвета цепь, другая цепь тоже какая-то черная. Как-то странно смотрится, но в любом случае буду ждать комментариев тоже от вас. Как вы считаете, как вы думаете. Сумка идет на молнии. Сегодня вот все мешает мне снимать видео, но у меня настроение хорошее. Я все равно это сделаю, потому что солнце то появляется, то пропадает. Внутри одно большое отделение, посмотрите. И оно сделано уже из текстиля. Ну как текстиль? Скорее всего, да, это полиэстер. Одно отделение на молнии, второе отделение такое стандартное для сотового телефона. И вот такое дно. Очень плотное. Качество сумки действительно очень хорошее. Универсальная расцветка. Тоже подойдет под любую практически одежду. У меня много серой одежды. Что-то и черненькое вроде бы есть. И под черную обувь подойдет. Так, это я вам показываю не лицевую часть. Вот лицевая часть, где нет шва. Вот такая вот классная, замечательная сумка. Универсальная, хорошего размера, оптимального. И не супер большая. Не сумка-баул. И не такая маленькая первая сумка. Следующее, то что я выбрала, это потрясающий просто шарф, платок. Он настолько мягкий. Он такой приятный. Он такой уютный. И сейчас вот на такую погоду у нас уже практически капель. Сегодня на улице солнце ярко светит. И вот на такую погоду, под мой серый пуховик, под мои серые пальто, розовое пальто, она просто идеально подойдет. Расцветка шикарная. Я обожаю серый цвет в сочетании с розовым. Это всегда беспроигрышно. Ну и плюс еще сам здесь материал, он, конечно, нереально приятный. Он такой мягкий, вот в него хочется просто кутаться. Плюс еще, конечно же, его можно использовать также в качестве головного убора. Стоимость, наверное, долларов 5, может быть, 6 была. Вот так вот он смотрится. Классно, да, согласитесь? Шарф очень-очень классный. Я его уже ношу каждый день. Снимать не хочу, пока катышков не появилось. Как вы видите, пока вот она прям мягкая, очень-очень уютная. Следующее, то, что я заказала, девчонки, вот это будет разочарование. Это просто, это просто кошмар. Это полная безвкусица. Сейчас вот на видео более-менее выглядят, потому что я близко вам не показываю, потому что это ремень с мехом. Я не увидела. Я думала, что это будет просто черный такой кожаный ремень. Ну, из кожзаменителя, из эко-кожи. Но это пушистый ремень. Конечно, если бы я знала, что это будет вот именно такого образца ремень, я бы не стала заказывать. Я этот ремень, конечно же, девчонки, носить не буду. Несмотря на то, что он там аккуратный, да, и смотрится. Издалека не видно, что здесь какая-то, какой-то мех и махна присутствует. И с обратной стороны он вот прям как будто из нубука. Хорошо сделан сам ремень, но носить не буду. По-моему, это прям вот, знаете, тот еще антитренд, как принято говорить. Следующее. Когда я это увидела, но я не могла это не заказать. Я, наверное, сниму. Это будет лишним поводом показаться. В данном ободочке, наверное, я сниму какой-нибудь макияж. Посмотрите, такой красивый ободок. Я вообще ни у кого из блогеров не видела настолько красивых ободков. Ободок этот сделан под золото. Посмотрите, какие там кристаллы. Я подумала, ну мне не подойдет. Так Сонечка моя сделаем фотосессию и Сонечка будет носить. Но я, скорее всего, сама буду использовать. Просто, знаете, для видео собираюсь я саму или если я макияжик какие-то буду снимать. Очень красивый ободочек. У всех блогеров уже есть. Мне что же надо? Далее пройдемся по одежде. Это мое разочарование. Не потому, что мне не понравилось качество, потому что мне не понравился размер. Я заказала себе курточку размера М. Я посмотрела, значит, размерную сетку и я подумала, что на всякий случай закажу размер М. Вы представляете, я со своим российским 42 размером, хотя вот, наверное, обхват груди у меня сейчас по понятным причинам больше, чем обычно. И в груди как раз-таки мне очень сильно жмет. Я сейчас говорю про куртку. Я ее заказала специально носить с фаберликовскими штанами. Замечательная куртка. Вот она реально классно, очень стильно смотрится. Вот здесь видите, какие есть элементы вязаные. Очень крупная вязка. Вот такой красивый капюшон серый. Обожаю вот именно такой серый цвет. Ну и плюс еще нижняя часть, она тоже украшена, ну якобы резинкой серой. Я здесь не сняла этикетку, потому что, ну а смысл снимать этикетку, если вещь мне не подошла. Очень аккуратный здесь замочек. Сама куртка вот очень-очень аккуратная, очень-очень симпатичная, красивая для подростков, для школьников. Кстати, вот на сайте уже этой куртки нет, она sold out, я посмотрела. Поэтому такую куртку уже невозможно заказать. И внутри она очень приличная, красивая. Плюс еще по бокам скрытая молния есть. И если мы открываем, конечно же, что там? Там кармашки там есть, большие карманы, удобные, вся рука помещается. И это еще не все. У этой курточки есть мех. Я думала, что мне придет, ну, страшный какой-нибудь мех, типа чебурашки. Отстегивающийся мех. Посмотрите, какой он приличный. Он действительно очень хорошо выглядит. Вы знаете, что я подумала? Раз уж эта куртка мне не подошла, Почему бы ее, например, не разыграть среди моих подписчиков? Потому что у кого-то, возможно, дочери подойдет. Мне кажется, что вот эта курточка вообще будет идеально для подростка, для школьницы. Ну, либо для девочки очень худенькой. 42 размера, у которой не очень большая, допустим, грудь, да более плоская даже относительно меня. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Здесь, кстати говоря, рукава тоже мне немножко коротки. Сама курточка мне понравилась. Мне вот, например, даже не стыдно ее будет кому-то отправить в подарок, устроить небольшой конкурс в комментариях. Я могу ее во влоге, допустим, в следующем разыграть, если вы этого хотите. Да, поэтому обязательно напишите. Может быть, вашей дочке подойдет, сестренке подойдет. Может быть, я знаю, что меня много подростков смотрят и детей. Может быть, кому-то из вас подойдет. Конкурс этот будет, ну, не прям какой-то, да, конкурс. Я ее просто во влоге разыграю. Это будет такой обычный закрытый конкурс в моем стиле. Вот, буду ждать ваших комментариев по поводу данной курточки. Из одежды. Что я еще себе заказала, девчонки? Из одежды, из обуви. Вот в такой коробочке мне пришли ботинки. Они мне так понравились. Они такие классные. Они, девчонки, практически ничем не пахнут. Но посмотрите, как они круто и стильно выглядят. Вот, очень красивые. Ну, почему их тоже нет на сайте? Я сейчас, прежде чем снять видео, зашла посмотреть на сайте, есть они или нет. Тоже sold out. Потому что крутые боты. Вот под эти боты у меня очень много и верхней одежды, и аксессуаров. Сочетать вообще замечательно. На самом деле, вот когда я заказываю одежду, я всегда думаю, одежду, обувь, аксессуары, я всегда думаю, что, с чем я это буду носить, с чем я это буду сочетать. Ну, конечно же, в такой ненатуральной обуви ноги не будут наверняка дышать. Но они, видите, такие свободненькие. И я не буду в любом случае в них целый день ходить. Поэтому, вот, заказала себе такую обувь. Еще на сайте Дреслили огромное количество детских игрушек, интересных игрушек. И я открыла вот этот раздел, и Сонечке сказала, Соня, выбирай сама себе игрушку. И вот знаете, что она выбрала? Вы сейчас очень сильно удивитесь. Она выбрала собаку. Вот такую собаку. Ну, вот знаете, что означает, когда ребенок сам себе выбирает игрушку? Она эту собаку не спускала, наверное, одну неделю. Она вот все время играла с ней. Это собака, которая кусается. У этой собаки внутри, смотрите, сколько зубиков. И эти зубики, они, ну, как бы вниз спускаются, если на них надавливать. Очень интересно. Соня обожает сейчас играть в спасатели. У нее есть набор щенячий патруль. Она туда кидает мелкую какую-нибудь игрушку. Щенячий патруль тут же приезжает и спасает. И она сама спасает. В общем, ну, такие детские ролевые игры. Ну, вот такая вот была игрушка. Посмотрите, может быть, она еще есть там в наличии. Вот ее я не проверяла. Она тоже была недорогая. Плюс еще данные игрушки в том, что она падала у нас, ну, как минимум раз в 50, наверное. Потому что Соня у нас не очень аккуратно играет еще с игрушками. И она не сломалась. Очень крепкая, хорошая. Следующая игрушка, это вообще отвал башки. Это то, от чего и я в восторге, и муж в восторге, и Соня была в восторге. Она сама тоже захотела пианино. И это, ну, как пианино, это синтезатор. Просто мы так называем Соня, потому что называют пианино. И вот этот синтезатор сразу же идет. Приходит, да, вот в такой коробочке. Посмотрите, может быть, вы даже по модели найдете. Может, она где-то дешевле есть. Я не знаю. Ссылку попробую я ее найти и оставлю. Это низ синтезатора. Видите, там есть разъемы, выемки вот такие для того, чтобы... Для розетки она была там помещена. Потому что данный синтезатор работает как от батареи, так и от сети. И плюс еще микрофон. Единственный минус данного микрофона, он реально работает. Он подключается. Представляете, там есть усилители звука. И этот микрофон реально работает как обычный микрофон. Вообще, Соня была в восторге, когда мы особенно первый раз включили. Вот единственный минус, ну, посмотрите, для кого делают такие шнуры. Ну, очень-очень он уж короткий. А микрофон, конечно, забавный, прикольный. И посмотрите на синтезатор. Синтезатор, это практически чуть ли не полноценный синтезатор, девчонки. Здесь с двух сторон есть динамики. Также здесь есть кнопка включения-выключения. Вот она. И плюс еще все клавиши, ну, как обычный синтезатор, работают. Они вот такие прям мягкие, как на синтезаторе на самом обычном. Это такая, знаете, супер дешевый, как будто синтезатор уменьшенной версии именно для детей. Если вы когда-либо сталкивались, да, знаете, что такое синтезатор, вы знаете, что есть определенные режимы, огромное там количество. Можно менять звуки даже с самих клавиш, чтобы это звучало как пианино, чтобы это звучало как какие-то другие музыкальные инструменты, ударные, щипковые, ну, что и духовые. Все свои знания об инструментах. Ну, много всего можно менять темп, можно менять, я не знаю, что, уровень громкости. Все здесь есть, все, что вы хотите. Суперская игрушка. И Соня вот действительно от нее была в восторге. И, наконец-то, последнее, то, что я выбрала на сайте Дресс Лили, это увлажнитель воздуха. Ну, то есть это два в одном. Это ночник плюс увлажнитель воздуха. Как мне он понравился. Во-первых, посмотрите, у него дизайн невероятный. Плюс еще он светится разными цветами. Я обязательно вам включу видео, как он красиво светится, как он красиво смотрится. Это такой мягкий, приглушенный цвет, разноцветный. И плюс еще вот этот легкий дымок, вот этот пар, который выходит. Он так красиво смотрится, как лампа Алладина. Очень. Я Сашульку свою фотографировала на фоне этого дыма. Такие фотографии интересные получаются. Ну, и просто в интерьере поставить. Есть режим, когда можно не включать свет. Есть режим, когда можно вот этот ночник включить. Именно как ночник, чтобы он как увлажнитель воздуха не работал. Хочу отметить, что здесь тоже не очень длинный шнур. Также он шел в коробке. Коробку я уже куда-то выбросила. Потому что недели две назад пришел мне этот увлажнитель. Самым первым. Плюс еще в наборе шел мерный стаканчик для того, чтобы воду наливать. И открывается он очень просто на самом деле. Вот посмотрите. Вот такая легкая пластиковая крышка. Сделана она под дерево. А внутри заливается вот сюда в этот резервуар вода. Небольшое количество воды. Конечно, не сказать, что это прям полноценный увлажнитель воздуха. Потому что настоящий увлажнитель у нас был. Это скорее такой декоративный элемент. Ни разу вообще не пожалела, что я его заказала. Вот такой у меня суперинтересный, супер удачно получился заказ. Буду ждать, конечно же, от вас комментариев, что делать с этой курткой. Напишите, было ли бы вам интересно, если бы я ее разыграла по влоге. Если будет много комментариев, прям вот в следующем влоге я даже уже больше советоваться не буду. Я ее разыграю. И спасибо огромное за ваше внимание. На этом я с вами буду прощаться. Обязательно оставляйте комментарии, что вам понравилось. Всем спасибо за внимание. И пока-пока-пока. До новых встреч в моих новых видео. Все необходимые ссылки, всю необходимую информацию я оставлю внизу в инфобоксе. До новых встреч в моих видео.